Видимо, ждали, что вы приедете. Не знаю. Вообще не было сегодня. Обычно вообще какой? Вообще открываешь и тишина. Пусто. У Юлии Поляковой трехмесячный ребенок. Купать малыша, готовить ему еду нужно постоянно, а воды нет. Бывает она только по ночам, и то не всегда. Зачастую приходится не спать и караулить с тазиком возле крана. А на прошлой неделе даже караулить было нечего. Подача воды полностью прекратилась. Село было обезвожено в течение пяти дней. По словам местных, воду подвозили только многоэтажные дома. Остальные шли в магазин и платили за то, что и так должны получать. Приобретаем 3-4 бутыли. Это в районе 30-35 рублей. То есть в зависимости от торговой сети, в которой мы приобретаем. Это в месяц вам приходится? За один раз. И этой воды хватает буквально дня на два. Это если экономить. Кстати, проблемы с водой в Ребрихе возникают не первый год. Водный кризис начался еще в далеких 80-х. И с тех пор только нарастал, дошло до абсурда, негодуют люди. Что это такое, значит, сказали? Принесите, значит, каждый ребенок, если идешь в детский сад, пятилитровую бутылку. Дело в том, что село обслуживает только одна скважина. И обеспечить водой 8 тысяч жителей она не может. Хватает только половины. Остальным приходится не спать ночами и запасаться водой. Причем напор воды такой слабый, что 7-литровое ведро набирается целый час. Сколько требуется набрать ведер, чтобы полить огород? Это я... Много, много. За ночь как раз набираете? За ночь. Оказывается, и власти местные о проблеме знают. И даже, как сообщили нам, занимаются ею 5 лет. В 2014-м по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Рибрихе должен был появиться новый водопровод. Его даже построили. Но перед задачей объекта в эксплуатацию часть конструкции рухнула. По словам чиновников, подрядчик некачественно выполнил работу. К объекту больше не вернулись. Администрация района подала в арбитражный суд. И вот два года идут судебные тяжбы. Вопрос еще до конца в суде не решен. А судебные тяжбы, как известно, могут длиться десятилетиями. Но люди ждать больше не могут. Подача воды слишком нестабильна. Правда, те же местные чиновники утверждают, что в этом году Рибриха попала в краевую программу «100 скважин». В ее рамках в селе должна появиться новая скважина, которая полностью решит проблему с водой. Буквально в ближайшие дни сейчас комплектуются материалами. Начнется бурение скважины в селе Рибриха. Второй скважины. То есть, тем самым, должна решиться проблема водоснабжения. На строительство новой скважины выделено больше двух миллионов рублей. Бурить ее будут в течение месяца. А потом сразу запустят. Если, конечно, подрядчик не подведет. Этого, кстати, больше всего боятся простые жители Рибрихи. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Валентина Аскерова, Николай Шелко.